Это новости на канале НСК-49. В домашней студии для вас работает Татьяна Учужанина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Голосование состоялось. Итоги подведены. Более миллиона новосибирцев и жителей области высказали свое мнение по поправкам Конституции. Что наказать депутатам? Свыше 42 миллиардов распределили депутаты уходящего созыва Законодательного собрания Новосибирской области за период действия своих полномочий. Правила для пешеходов. Накануне дня ГИБДД волонтеры напомнили горожанам о безопасном поведении на улицах города. Семидневный марафон голосования по поправкам в Российскую Конституцию закончился 1 июля. В Новосибирской области все голоса уже подсчитаны, деятельность избирательных комиссий проанализированы и сделаны соответствующие выводы. Обо всем этом, а также о результатах голосования, его легитимности говорили на брифинге глава региона Андрей Травников и председатель областного избиркома Ольга Благо. Голосование в нашем регионе, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, прошло при высокой активности жителей, высокой явке и с уверенной поддержкой поправок в главный закон нашей страны, Конституцию Российской Федерации, отметил губернатор Новосибирской области. Я хотел бы поблагодарить всех жителей Новосибирской области, которые высказали свое мнение по поводу поправок, пришли на участки для голосования или воспользовались другими формами воли изъявления. Я хочу поблагодарить областную избирательную комиссию, территориальную избирательную комиссию, моих коллег по правительству, мэрии Новосибирска, администрации всех городов и районов. Прошедшее голосование сегодня называют не иначе, как историческим и уникальным по своей значимости для государства и по форме проведения. К тому же получен бесценный опыт проведения голосования различными способами, которые могут быть использованы в дальнейшем, да еще и с соблюдением норм санитарной безопасности. Кстати, одновременно с этим голосованием проходил опрос граждан по проекту «Народный бюджет» и сбор подписей за присвоение Новосибирску звания «Города трудовой доблести». Особенно последний проект заинтересовал сибиряков. Наши организаторы, не ожидая очень высокий интерес к этому проекту со стороны сельских территорий, вынуждены были оперативно довозить бланки для голосования в некоторые районные центры. Всего за Новосибирск, как город трудовой доблести, проголосовало более полумиллиона жителей региона. Всего в области с 25 июня по 1 июля действовало 2013 участковых избирательных комиссий. Явка без учета Новосибирска составила более 63%. За поправки проголосовало свыше 71%, против порядка 27%. В самом областном центре пришли на избирательные участки около 35%. Свои голоса за поправки отдали чуть больше 62%, не согласились с предложенными изменениями в Конституции почти 37%. Ни от кого из наблюдателей у нас никаких замечаний не поступило. Поэтому при подведении итогов жалоб и замечаний в работе участковых комиссий, территориальных комиссий и избирательной комиссии Новосибирской области также не поступило. Поэтому можно сказать, что легитимно у нас на территории Новосибирской области завершился этот действительно важный исторический процесс. Так что для нашего региона это испытание пройдено и довольно успешно. По крайней мере, так оценивают итоги голосования и организацию этого многодневного процесса областные власти и избирком. В Новосибирской области появился новый главный полицейский. Указом президента России на должность начальника главного управления МВД России по Новосибирской области назначен Андрей Владимирович Кульков. И вот что про него известно на данный момент. Андрей Владимирович Кульков родился 15 сентября 1971 года в Иваново, значится на сайте региональной полиции. Имеет высшее образование в органах внутренних дел с 1993 года. Службу в милиции начал в том же городе с должности инспектора по предупреждению правонарушений несовершеннолетних. Через 4 года стал старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска. Через несколько лет возглавил УВД по городу Иваново, с 2014 года работал заместителем начальника ОМВД России по Ивановской области. В феврале 2018 года Андрей Кульков возглавил Министерство внутренних дел по республике Хакасия. И вот теперь генерал-майор полиции в соответствии с указом президента России назначен начальником главного управления МВД России по Новосибирской области. За время службы он награжден различными ведомственными медалями и наградами. Напомним, Юрия Стерликова, возглавлявшего областной полицейских глав с 2015 года, отправили в отставку в конце апреля этого года. Рекорд по выполнению наказов. Таковы итоги работы Законодательного собрания Новосибирской области 6-го созыва. Причем в этой работе удалось наладить эффективное взаимодействие со всеми ветвями власти и различными партиями, отмечают депутаты. Чего уже удалось добиться и что планируют реализовать в ближайшем будущем, узнаете далее. Поработали хорошо. Именно так на итоговом заседании Комиссии Законодательного собрания Новосибирской области охарактеризовали работу по выполнению наказов избирателей. Все это – результат налаженной конструктивной работы и эффективного взаимодействия со всеми ветвями власти и различными партиями. Неоднократно отмечали сегодня парламентарии. Это хозяйский взгляд правительства Новосибирской области. Вот нисколько не преувеличиваю. Всегда критикую правительство, а сегодня критиковать буду чуть-чуть поменьше. Цифры впечатляют. В 2019 году было выполнено 1163 наказа на сумму 11 миллиардов 600 миллионов рублей. Основная часть наказов – это ЖКХ, образование и дорожная инфраструктура, а также объекты здравоохранения и спортивные сооружения. Среди них есть проекты как регионального, так и местного значения. Если сравнивать число выполненных наказов за время работы депутатов нынешнего 6-го созыва с 5-м, то финансирование увеличилось практически в два раза – с 24 миллиардов до более чем 42 миллиардов рублей. Это огромные деньги и видно, что мы идем вперед. Я бы хотел призвать жителей Новосибирской области не критиковать политиков, власть, с соседями на кухне, в гараже, а прийти на выборы, выбрать своего депутата, дать ему наказ и чтобы он тогда контролировать его, чтобы он этот наказ выполнял. Это очень важный момент и это в Новосибирской области работает. Это пример для подражания других областей и я думаю в будущем созыве мы намного больше выполним наказов, чем в этом созыве. Парламентарии подчеркивают, не все наказы удалось выполнить. Поэтому уже принято решение о проведении инвентаризации всех оставшихся наказов. Депутаты вместе со своими жителями проведут инвентаризацию в том плане, что может быть наказ уже не актуальный. Например, нужно было поставить остановку в город Новосибирск, а маршрут изменили, он пошел по другой дороге. Зачем там ставить остановку, если она уже не актуальна? Поэтому вот это и есть инвентаризация, которую будет проводить правительство с будущими депутатами. После актуализации наказов избирателей они будут зафиксированы в новой программе реализации и переданы депутатам седьмого созыва. Редкое генетическое заболевание угрожает жизни малыша из Новосибирска. У него нарушен процесс роговения кожи, из-за чего она пересыхает и трескается. Нарушается процесс терморегуляции и снижается иммунитет. Для того, чтобы спасти мальчика, требуются лечебные мази. Однако у родителей нет таких денег. Как можно помочь ребенку, узнал Василий Акимов. Ярославу Митякину 5 лет. Понять, что у мальчика серьезные проблемы со здоровьем, можно просто взглянув на него. Когда он появился на свет, врачи поставили ему редкий диагноз – пластинчатый ихтиоз. Это когда очень сухая кожа. Мальчику требуется постоянное увлажнение кожи. Ванну Ярослав принимает по два раза в день. Плюс всевозможные лечебные мази и кремы, без которых никак. Иначе на коже начнут образовываться раны, развиваться инфекции, нарушится процесс терморегуляции и так далее. Вплоть до летального исхода. Час-полтора мы пытаемся как-то продержать, а потом уже, соответственно, начинаем опять заново мазать его. Потому что иначе у него тогда кожа пересыхает, и возникнет вероятность того, что она начнет трескаться, и туда попадет инфекция. На все эти лекарственные препараты, в основном импортного производства, требуются немалые средства. Причем каждый месяц. Необходимый мальчику мази и лосьоны не входит в список бесплатно предоставляемых государством лечебных средств. Каждый месяц у нас уходит, получается, 50-55. Ну, там в зависимости от того, что какое средство заканчивается. Потому что вот для купания, он купается у меня тоже, и у молиум специальный, их несколько видов. То есть, чтобы нам увлажнить воду, она создает такую барьерную пленочку, которая ложится, и ему тогда уже становится более мягким, более мягким на тело, по телу самому. Вот, а потом уже отшелушиваемся, сидим, отмокаем. Невзирая на страшные заболевания, Ярослав очень общительный и дружелюбный ребенок. С удовольствием помогает на огороде маме и бабушке. Для того, чтобы мальчик получал свои лекарства в течение ближайшего года, требуется около 800 тысяч рублей. Мама воспитывает его одна, и таких денег у нее нет. Если вы можете помочь Ярославу, отправьте смс на короткий номер 5542 со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Их количество не ограничено. Кроме того, пожертвования можно сделать на сайте Русфонда или при помощи мобильного приложения. В преддверии профессионального праздника сотрудников Госавтоинспекции, который отмечается в нашей стране 3 июля, региональное отделение «Единой России» провело совместную акцию с ГИБДД под названием «Пешеход на переход». Наша съемочная группа побывала в месте расположения одного из самых оживленных нерегулируемых пешеходных переходов и выяснила, почему именно на безопасность пешего человека были направлены усилия партийцев и инспекторов. То, что пешеход – самый беззащитный участник дорожного движения, знают все, кроме самого пешехода. Иначе человек, находясь около или на проезжей части, вел бы себя по-другому. По статистике, практически все наезды на пешехода в темное время суток произошли из-за того, что водитель не увидел его заблаговременно. В ночное время, если у пешехода присутствуют свето-возвращающие элементы, водитель его заметит при отражении света от светоотражающего элемента более чем за 100 метров. Если свето-возвращающего элемента нет, то в темное время суток водитель при свете фар видит только ближайшие 20 метров. Именно поэтому специалисты регионального отделения «Единой России» в рамках проекта «Безопасные дороги» совместно с сотрудниками ГИБДД провели профилактическую акцию «Пешеход на переход». Направлена она на популяризацию использования пешеходами яркой одежды и свето-возвращающих элементов. При проведении разъяснительных бесед совместно с автоинспекторами людям раздавали книжные закладки с правилами дорожного движения и свето-возвращающие браслеты. Мы хотели бы вам напомнить о правилах перехода по пешеходным переходам, что нужно всегда переходить по переходу, подарить вам вот такой свето-отражающий браслет. Вы можете одеть его на руку, можете одеть на сумку, и тогда водитель всегда вас увидит в темное время суток. Кстати, партийный проект «Безопасные дороги» как нельзя лучше способствует не только поддержанию, но и усилению безопасности пешеходов, в том числе и детей. В Новосибирской области более тысячи пешеходных переходов, которые необходимо было оборудовать в первую очередь возле образовательных учреждений. Их в соответствии со стандартами, национальными стандартами, в сегодняшний день оборудовано и подтверждено порядка 900. Это очень высокий процент, я думаю, до конца года. Ну, там, в частности, это связано с сельскими территориями, где, в общем-то, ГОСТы распространяется на всех, но там невозможно их соблюсти, но тем не менее. Думаю, до конца года будет все выровнено. И возвращаясь к акции «Пешеход на переход» в «Единой России», ее приурочили ко Дню ГИБДД Российской Федерации или, по-простому, Дню ГАИ России. Я бы хотел поздравить, в первую очередь, ветеранов, которые создавали эту службу, сотрудников, действующих сотрудников ГИБДД. Мне есть с чем сравнить. Я очень много езжу по стране и вижу. Просто визуально видно, в каком регионе, какие находятся и работают на улице сотрудники. Вот Новосибирская область является, без всякого привлечения, является образцом. Что ж, остается пожелать того, чтобы наш регион таковым, то есть образцово-показателем, и оставался. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Далее я расскажу вам о погоде. Продолжение следует...